1 2 3 здравствуйте снова мы уже познакомились я расскажу историю компании но знаете я ее расскажу в таком формате чтобы вы понимали аж ну не просто послушать историю потому что это любопытно с точки зрения того чтобы вы для себя исходя из нашей истории из нашего опыта взяли что-то для своего бизнеса вообще зачем нужно знакомиться с другими историями компаний историями других компаний зачем это нужно делать это сейчас очень такое популярное дело сейчас даже там маленькие компании о себе рассказывать большие компании о себе рассказ книг очень много выходит там я например недавно читал фиона это про nike и так далее зачем это нужно делать перенимать опыт те инструменты которые они использовали еще что мотивированным бы да то есть в на при фиона это почитается и ты такой думаешь блин вот это у него проблемы были то что у меня в бизнесе это вообще не проблем по сравнению с его когда он весь закредитованный был там моего к японской компании кино и так далее еще знаете учиться на чужих ошибках это конечно тяжело учиться на чужих ошибках потому что люди обычно сами любят их делать и потом они только учитель человека но учиться на чужих ошибках знаете я здесь хотел бы рассказать такой точки зрения вот у меня есть знакомый там его водислав бермуд зовут тоже такой типа бизнес-тренер маркетолог и так далее он мне рассказал интересную такую тему он говорит книгу читает не потому что в ней описаны какие-то знания вот я типа он говорит я читаю книгу потому что она приводит к каким-то определенным мыслям то есть книги он говорит может быть написано одно а эта книга у меня приводит к совершенно другим мыслям да то есть вот здесь история будет про это про то что вы послушайте эту историю и берите для себя то что посчитаете там где йог нет там где вы почувствуете что эта история про вас хорошо история компании так все работает и я назвал такой интересные приемы стартапа мы действительно для себя применили модель продвижения такая которая считается нестандартной который считается нестандартной я бы хотел рассказать о ее философии это будет во второй части ну и в чем в чем был как раз ее интерес условно говоря хорошо про юдс мы в принципе уже знаем хорошо мы запустились 2015 году и тогда мы по-другому назывались мы назывались тогда юдс гейм не юдс а у нас было длинное название юдс гейм кто знает мы в севастополе пробовали заходить ранее вот где-то 15 16 год я думаю у нас здесь были первые партнеры кто нас знает вот под таким названием вот в москве было много рук потому что в москве центральной россии мы там запустились помощнее и понятно что там было но больше люру кто нас знает еще с 15 года юдс гейм это была единая дисконтная система откуда появилась вообще эта идея в четырнадцатом году мы начинали разрабатывать crm системы для бизнеса и один из клиентов нам написал техническую поддержку обратную связь и сказал смотрите ребята вы могли бы сделать так чтобы были какие-то промо коды я мог мог клиентов вознаграждать за рекомендацию мы как-то уцепились за эту идею подумали а у кого еще это так работает и мы увидели что м видео так работает у баров kill fish так работает но у них это работал следующим образом я вам видео получая такие пластиковые купончики я даю своим друзьям они приходят меняет на карту и соответственно система понимает что я порекомендовал ему мы как бы решили эту тему масштабировать и мы подумали крутая тема ее делают уже крупные игроки себе а почему бы не дать такой инструмент малому бизнесу малый бизнес как будто с этими картами им сложно это все создавать там программировать и мы бы хотели сделать чтобы это не на пластике было а было в мобильном приложении чтобы люди рекомендацию себе передавали ну и первый наш функционал было то что клиент который скачал приложение он получал какую-то скидку вот так выглядела первая версия мы ее создали мы сделали первую версию примерно за 7 месяцев и презентовали ее в екатеринбурге мы собрали 2000 человек рассказали как это работает первого подключили клиента первого клиента подключили бесплатно до чтобы там какой-то хотя бы кейс был того что эта система работает и как бы презентовали вот такой вот продукт нравится такое приложение минималистичные 6 кнопок ну я думаю что вам не нравится и это нормально но надо понимать что в пятнадцатом году приложение так и выглядели вот за в пятнадцатом году он не выглядел как сейчас и сейчас там дизайны и все это покруче пятнадцатом году приложение вот примерно вот так они выглядели. Вот с таким дизайном. И там было всего лишь две функции. Я мог его скачать и получить прямую скидку у партнеров, либо я мог порекомендовать и копить за рекомендации бонусы. Тогда мы, кстати, клиенту за эту идею подарили шестой iPhone. Но в 2015 году, вот какой был последний iPhone, мы его как бы подарили за эту идею, за то, что она нам подсказала о том, что можно сделать на этом целый продукт. Хорошо, там было немного функций. Единая дисконтная система, мы говорили, там была скидка прямая, а бонусы появились позже. При этом забавная такая история, как появились бонусы. Как-то ко мне подошел технический директор, его зовут Булат, и он говорит, слушай, Айрат, нам тут пришла обратная связь от одного клиента. Типа, а давай сделаем так, чтобы клиенты не скидку прямую получали, а бонусы. И он говорит, Булат, не надо этого делать, бонусы никому не нужны, клиенты не будут скачивать приложение, всем клиентам нужна скидка прямая. Видите, я тогда заблуждался. Я был неправ, мы все равно сделали этот функционал в качестве эксперимента, и он взлетел. Хотя я был против. Это очень важный момент, мы его позже подчеркнем. Ну и понятно, что сегодня бонусная система считается лучшим решением с точки зрения привилегий клиенту. Хорошо. И у нас был 15-й год, знаете, когда презентацию мы сделали, я думаю, вы меня поймете как предприниматели, когда делаешь что-то свое, тебе кажется, что это крутое, и всем понравится. Это определенное заблуждение людей. Мы тоже так думали, мы думали в 15-м году презентуем продукт, и на следующий день разорвут телефоны, что все хотят это купить. Но этого не произошло. Мы такие, где клиенты, почему никто не покупает. Это знаете, это как будто свою картину нарисовал такой. Есть же такие вечера картины, рисуешь там по номерам, да? Рисуешь, друзьям показываешь и думаешь, что она крутая. Всем показываешь, и друзья такие, ну да, нормально. А им действительно, ну так, не особо. Да, вот это заблуждение предпринимателя, что они думают, что то, что они делают, это круто, и не всегда клиенты это оценивают. И в 15-м году у нас было много возражений, и была определенная проблематика продвижения продукта. В чем она заключалась? Смотрите, первый момент. Малый бизнес на кого всегда смотрят? Кто является примером для малого бизнеса? Крупный бизнес. А у крупного бизнеса в 15-м году не было мобильных приложений. Тогда не было приложений Ашан, Карусель, там Лента, там крупнейших ритейлеров. И малый бизнес вообще не понимал, что такое мобильное приложение в бизнесе, потому что она никогда этого не видела. Это только в 16-м, 17-м году начали появляться эти приложения. Поэтому первый вопрос, который нам приходилось отвечать, малый бизнес его задавал. Зачем это нужно? Потому что вот у меня пластиковая карта, все, что нужно с точки зрения лояльности клиентов, да? Второй вопрос. Какой думаете были? Вот мы приходим к предпринимателям презентовать продукт. Какой второй вопрос? А кто еще там есть? И мы такие, ты будешь первым. Смешно, да, казалось бы. Но смотрите, какая интересная логика. Мы тогда словили определенный инсайт. Инсайт – это вывод, то есть какое-то умозаключение получилось у нас. А смотрите, в чем оно заключается. Любой же предприниматель хочет быть номером один. Ну, там, в городе Севастополь, в своем районе, в России, по стране. Все хотят быть номером один. Ну, то есть номером один. Там, ваш бренд, он супер популярный, его все знают в городе или даже во всем мире. Но при этом логика предпринимательская, это как мы в программировании это называем Miss Logic. Это ломание логики, неверная логика, да? Когда ты что-то не так делаешь, у тебя ломается логика немного. А логика, смотрите, в чем заключается. Вы хотите быть номером один, но вы не хотите экспериментировать первыми. То есть всегда кто-то за тебя должен что-то сделать, и ты на его примере тоже это будешь делать. Это означает, что ты никогда не будешь номером один. Потому что номером один кто будет? Тот, кто первый, да? Я назвал это принцип лидерства. Принцип лидерства и принцип номером один заключается в том, что если ты хочешь быть номером один, тебе придется на себе пробовать те инструменты, которые вокруг тебя никто больше не попробовал. Например, в Казахстане выстрелила компания, которая первая попробовала, знаете, такие... У них жарко летом, ну, в принципе, как здесь тоже жарко. И они попробовали первыми прыскалки такие, вода такая прыскает. И когда сидишь в заведении, у тебя прохладно на террасе. И вот это... Да, да, да. Очень классно, и тебе прохладно. Не кондиционер, а как бы вот такие прыскалки на террасах работы. И этот ресторан очень круче выстрелил. Но он первый был, который это попробовал. У нас были такие предприниматели. Я был там в этом году в Иркутске. И я познакомился с предпринимателем, который был номером один в ЮДС в Иркутске. И там рассказали встречу с ним, и она тоже была такая. Он спрашивает, а кто еще есть? Он говорит, ты будешь первым. И он только говорит, никаких проблем. И он говорит, я первое попробую. Видите? Ну, у человека вообще другое мышление. И он говорит, никаких проблем, я это попробую. Тем более таких денег стоит. Почему бы не поэкспериментировать? И он до сих пор с нами работает, довольный. У него есть результаты. Но он говорит, что никаких проблем, я это попробую. И здесь у меня появился второй инсайт. Он заключается в следующем. Как я уже в первой части говорил, я видел очень много закрывающихся бизнесов. И у них есть принципиальная разница между бизнесом развивающимся и бизнесом стагнирующим. Или может быть даже, который стремится уже к закрыванию. Одна принципиальная разница. Если кто-то внимательно меня слушал, в чем она? Саша тоже про это говорил, супус. Не пробовали новое, а не были то, что вы всегда. Да, эксперименты. То есть предприниматели, которые развиваются, они всегда экспериментируют. Они всегда на этапе эксперимента. Они всегда пробуют что-то новое. Они сегодня так, завтра по-другому. Ну, такой небольшой эксперимент, на небольшую группу клиентов сделали. И вот этот предприниматель иркутский, он тоже это подтвердил. И там сообщал следующую информацию. Он говорит, у вас софт стоит 7 тысяч рублей. Ну, это про тариф, полноценный тариф на один месяц. У нас тариф этот называется аренда. И он говорит, если я потрачу 7 тысяч рублей и это выстрелит, это круто. Я получу какое-то повышение прибыли в своем бизнесе, который значительно больше, чем 7 тысяч рублей. Если я заплатил 7 тысяч рублей и это не выстрелит, что плохого произойдет? Всего лишь 7 тысяч рублей. Вы должны понимать, что вы бизнес, вы должны всегда проводить эксперименты. И знаете, в чем заключается? Вот я лично заметил на своем опыте, я тоже иногда встречаюсь с предпринимателями, с ними общаюсь. И сегодня у предпринимательства есть определенные проблемы. Не проблемы, а значит сложности. Предприниматель должен экспериментировать. Почему предприниматель этого не делает? Почему предприниматель не экспериментировает? В чем проблема? Почему вы думаете, что они экспериментированы? Большинство нет. Понятно, что, да, конечно же, есть предприниматели, которые там, вообще супер, просто у них эксперименты, развитие. Первая проблема, одна из самых таких важных, гордыня. Когда я прихожу к предпринимателям иногда, я как бы рассказываю, да, я говорю, так, вот давайте, вот так посмотрим, вот продукт новый и так далее. И он мне говорит о том, что мне это не нужно, мне кажется, что это не пойдет. Я говорю, с чего ты взял? Ну, мне так кажется. Я говорю, ты так пробовал? Он говорит, нет. Я говорю, тогда ты не знаешь, получится или нет. То есть, гордыня мешает предпринимателю развиваться. Когда к вам приходится идея, высушите и попробуйте ее. Потому что поэкспериментировать, это всегда клевая штука, потому что это называется гроу-хакинг. Гроу-хакинг – это поиск точки роста. Вы сами не знаете, сработает это у вас или нет. И я даже не знаю. Вот когда вы подключите UDS, если вы решите его подключить, я не знаю, сработает он у вас или нет. Но я точно знаю, что попробовать стоит. Потому что эксперимент стоит 7 тысяч рублей. Если вы даже не сработает, то 7 тысяч рублей для бизнеса – это же не катастрофа. Зато вы для себя поймете, что UDS – он не для вас. Вторая проблема. Как вы думаете, в чем заключается? Первая – гордыня, потому что предприниматели думают, что они самые умные. И знаете, один из основателей компании, я точно не помню, это очень крупный бренд был, типа из серии Амазона. И он говорит, если я самый умный в своем коллективе, я нанял не тот коллектив. Всегда нанимайте сотрудников, которые умнее вас. Всегда считайте так, что к вам может прийти человек, который умнее вас, и вы слушайте его. Но многие предприниматели, они вот такие. Они говорят, я король, я самый умный. Чего вы мне пришли учить, я в бизнесе 20 лет. Мы внедряли продукт предпринимателю, который так говорил. Мы все-таки договорились, и он потом понял, он говорит, да, ребят, все было правильно. Вот теперь я понял, да, что... И теперь он экспериментирует. Вторая проблема, как заключается в чем? Не страх, да? То есть тут страха-то нет в основном. Чего это тут 7 тысяч рублей, о каком мы страхе говорим? Мы, например, сами, как компания, мы эксперименты каждую неделю проводим по 2-3 новых экспериментов. И вторая проблема заключается в том, что предприниматели много думают. Проблемы экспериментов много мозгов. В чем заключается? Они начинают предугадывать, вы стараетесь предугадать результат. А этого никогда не нужно делать. Вы никогда не угадаете, что в будущем. Вы никогда не узнаете, как думают ваши клиенты. Вы никогда не узнаете, что получится в итоге. Единственное, что нужно сделать, сделать эксперимент, и тогда вы все поймете. Предприниматели очень много думают. Я иногда прихожу навстречу, я говорю, вот софт, все дела, и он начинает задавать очень много вопросов. А сколько там скачиваний? А сколько скачиваний в моем городе? А как это работает с такой-то учетной системой? А что делать, если пойдет вот так? А что делать, если вот так? Потом ты все рассказал, ответил на вопросы. Он говорит, я подумаю. И уходит на месяц вообще. Он говорит, пока некогда, я месяц подумаю. Я такой, о чем собрались мы думать? 7000 рублей для эксперимента и уходить на месяц подумать. То есть предприниматели за счет своих думалок оттягивают свое развитие. И это относится не к UDS, это относится к любому инструменту, либо методу работы, который приходит к вам как идея. Думать не нужно, потому что, знаете, это как горе от ума. Вот мы не думаем, например, у нас все проще. Мы когда хотим сделать эксперимент, мы не предугадываем его результат. Мы просто берем и пробуем. Там кто-то нам приходит, говорят, вот такой-то сервис появился. Вот так можно поработать. Мы говорим, сколько стоит? 10 тысяч рублей. Мы говорим, небольшие деньги, почему бы и нет? И вопросы не задаем. Мы берем и пробуем. Мы пробуем, и если потеряли 10 тысяч рублей, то это всего лишь 10 тысяч рублей. От этого наш бизнес пополам не треснул. И как бы не сработало это, окей, мы дальше продолжим пробовать. То есть у вас должно быть маркетинговый бюджет на такие эксперименты. И вы всегда должны пробовать что-то новое. Вот бизнес развиваешься, он про эксперименты как раз. Потому что сегодня не существует кремлевской таблетки. Может быть, к счастью, потому что в этом и заключается конкурентность. Сегодня нет кремлевской таблетки, ты что-то внедрил, и у тебя сразу сработало. Сегодня все внедряют инстаграм, но у всех он работает по-разному. И поэтому здесь только попытки и труд, все и поймут. Ну как бы из этого все и будет определено. Хорошо. Идем дальше. И мы первых предпринимателей подключали вот таких вот новаторов. Мы их называем новаторовыми, потому что их ход мысли, он был немного другим. А он заключался в том, что они были такими лидерами. Они говорили, я буду первым в городе? Да никаких проблем. Почему бы и нет? Я же хочу быть номером один в городе. И у нас пошли скачивания. То есть у нас предприниматели начали подключать своих клиентов, и появились уже первые скачивания, первые клиенты. Вот в шестнадцатом году уже у нас было полмиллиона скачиваний и так далее. В семнадцатом году мы выпустили новую генерацию продукта. Что такое генерация продукта? Это когда выходит настолько крупное обновление, что тебе нужно менять позиционирование продукта. Например, UDS Game 1.0 это единая дисконтная система. А UDS Game 2.0 это уже полноценная программа лояльности. То есть новое позиционирование. То есть функционалов стало настолько много, что уже дисконтной системой называться нельзя. Это что-то большее. Какой функционал изменил позиционирование? Если вы меня слушали в первой части внимательно, вы должны сказать, в чем отличие дисконтной системы от программы лояльности. Отзывы. Обратная связь. Да, у нас добавилась обратная связь, поэтому это уже программа лояльности. Как мы вспоминаем, обратная связь является основой программы лояльности. Понятно, появилось и много других обновлений и так далее. Понятно, что уже там 33 инструмента. Уже появился первый миллион скачиваний. Уже там уже какая-то была достойная цифра, которую уже было не стыдно называть. Там миллион скачиваний в 2018 году и так далее. Росли, продолжали. Потом в 2019 году появился 3.0. И уже не UDS Game, а UDS. Если UDS, это аббревиатура, раньше называлась United Discount System, то UDS сейчас United Digital Solution. И мы убрали слово Game. Почему? Во-первых, хотели короче, чтобы UDS, UDS и так далее. Не надо было слово Game говорить. Второе, мы начали работать в мусульманском мире, это Малайзия, Кулаумпур. Ну, первые клиенты в Кулаумпур. И они говорили, Game, это, знаете, это про игру. Ну, в исламе это не очень хорошо. Можете это слово убрать. Мы, в принципе, да, мы не против. Да? То есть, короче, будет название. И мы уже назывались цифровой платформой. То есть, уже не просто программа Lines, потому что у нас появился интернет-магазин, уже появлялось множество другого функционала, и уже это не программа Lines, это что-то большее. Мы назывались уже такой, система цифровых решений. И здесь интересная такая была история, когда продукт растет, и аудитория у него растет, на нем концентрируется очень много внимания. И внимание бывает разное. И люди, которые смотрят на продукт, они тоже разные. О чем это? Когда мы сделали UDS 3.0, почему-то мы заметили в интернете некоторых, ну, так называемых экспертов, в кавычках, которые решили нас в чем-то разоблачить. И, ну, например, они говорили, вот был UDS Game, стал UDS, ребята переобулись, UDS Game не пошел, они решили запустить новый продукт, и вот какие-то придумывают байки, истории, потому что внимания много, и каждый хочет на этой истории как-то хайпануть по-своему. И я здесь решил поделить людей на две категории. Есть люди пчелы, а есть люди мухи. Пчелы ищут мед, а мухи? Понятно, что ищут, да? Поэтому люди, которые были в второй категории, они что-то пытались выдумывать про нас хейт, и на этом как-то, ну, выехать, как-то на этом популяризироваться. Ну, например, когда выходит новый айфон, появляется в интернете куча видео, какой айфон плохой, новый, какой новой версии айфона плохой. Ну, и все потом его все равно покупают, да, условно говоря. Вот здесь тоже у нас появился определенный негатив в интернете, но мы к этому отнеслись как-то нормально, то, что понятно, что мы развиваемся, и понятно, на этой теме люди хотят как-то хейпануть и придумывать какие-то типы разоблачения. Нас даже придумали, что типа UDS, это шейхи купили комп... Нет, шейхи оплатили эту компанию, начали разработать... Арабские шейхи. У нас просто юрлицо есть в Эмиратах, и люди выдумывали статью такую, что типа шейхи придумали этот бизнес, наняли русских разработчиков, и они вот разработали эмиратские продукты. Там чего только не было. Прикольно было. Более 30 инструментов сегодня в UDS. Да, это комплексное уже решение. Там уже... Да, вы сегодня видели, предприниматели вам показывали кейсы, и это интересно очень. Вот, например, вы скачиваете приложение, но при этом вы видите компанию, и вам кажется, что у каждой компании примерно одинаково работают. Но в действительности каждая компания работает с UDS по-своему. У кого-то UDS — это интернет-магазин, да, то есть там мобильный интернет-магазин. У кого-то UDS — это тема про увеличение именно средний чек. У кого-то именно настроена программа так, чтобы больше собирать отзывов. У кого-то настроена так, чтобы больше было рекомендаций. И так далее. То есть инструменты разные, они гибкие, и каждый предприниматель перед собой ставит задачу, и, соответственно, с помощью инструментов ее выполняет. Хорошо. И в 2020 году мы сделали первую десятку свою. И здесь, кстати, тоже был хейт. Я выступал как-то на форуме и говорю, вот у нас уже больше 10 миллионов скачиваний. Потом мы уходим на кофе-брейк, и ко мне подходит человек и говорит, так ты же врешь? Я говорю, что? Он говорит, ну врешь же, смотри. В Play Market, вы тоже можете сейчас зайти и проверить это. В Play Market вы увидите такую иконку 5 плюс миллионов на Play Market. Это телефонный Android, Google. А типа, а ты говоришь 10 миллионов? Не правда же? Вот же 5 написано. Ну и ему я немножко объяснил. Заключается в том, что 5 миллионов скачиваний, это означает, что на Android только больше 5 миллионов скачиваний. У Android нету 6 миллионов, 7 миллионов, 8 миллионов. Иконок таких нет. Иконка поменяется, когда на Android будет больше 10 миллионов скачиваний. Вот тогда эта иконка. Но она еще не поменялась, потому что мы не достигли только на Android, к этой цифре. Есть еще скачивание на iOS, они тоже занимают определенную долю. Я ему это рассказал, он такой, а, окей. Такой, ну люди иногда любят придумать у себя в голове как-то какие-то вещи накручивать. Вообще, Android в мире больше, чем iPhone. Вот у кого, кстати, iPhone здесь? Да? Где эти мажоры? Видите, вас меньше. Если мы захотим вас побить, нас больше. У меня у самого Android. Ну вы не захотите. Да. Тратите такие деньги на телефон? Исширный тем Android. А? Исширный тем Android. iPhone что ли? Я же смотрю на челочек. Хорошо. UDS 4.0 мы в этом году презентовали, и мы презентовали уже с новым позиционированием экосистема. Почему экосистема? Потому что это модно. Во-первых, Сбер сегодня что? Сбер это сегодня не банк, а экосистема. МТС сегодня это не мобильный оператор, а экосистема. То есть все уходят в экосистему. Мы тоже ушли в экосистему, и мы сделали так, что типа мы говорим о том, что UDS не для всех, а для каждого. Мы сделали модульную систему. То есть где предприниматель, инструментов же много, и бывает же так, что предпринимателям не все инструменты нужны. И он внедряет в себе только те модули, которые под его задачи. И тем самым UDS становится таким персонифицированным для каждого предпринимателя. Вот так выглядит наш UDS Store. Там это экосистема, и это уже marketplace, где вы можете просто зайти в UDS Store, ссылка store.uds.app, и можете в открытом виде посмотреть, какие есть функции, с чем есть интеграции, какие материалы и так далее. И уже сейчас более 15 миллионов скачиваний, но тут уже уточнили, что у нас на текущий момент там 16 миллионов скачиваний. Вообще интересная тема. Как думаете, почему вообще не имеет смысла? Вот самый частый вопрос предпринимателей, типа он думает, чтобы подключиться к UDS, и он такой задает вопрос, а сколько скачиваний в Севастополе? А мы не знаем. Мы реально не знаем по городам, сколько скачиваний, потому что Google Analytics такую статистику не дает. Он дает вот всего, вот столько. Сколько там по регионам неизвестно. Это не измерить. Ну, либо как-то придумать надо, как измерить. И мы ему отвечаем, что в этом нет смысла. Не важно знать, сколько с Севастополя скачиваний. Как думаете, почему? Нет, действительно заключается в другом идее. Я очень люблю показывать пример из Инстаграма. Смотрите, в Инстаграме миллиарды скачиваний. И у каждого в телефоне почти есть Инстаграм. Но ты как предприниматель, когда регаешься в Инстаграме, если ты создал свою страницу в Инстаграме, все, жизнь в шоколаде? Нет. А что надо делать? Надо что-то делать. То есть в Инстаграм ты зашел, и тебе надо выкладывать посты, просить людей подписаться на твою компанию, выкладывать сториз, участвовать в гивах, конкурсах и так далее. И здесь возникает очень простой вопрос. От того, что там миллиард скачивай, вам не холодно, не жарко в действительности? Ну и что, что там миллиард скачивай? Тебе все равно приходится проделать определенные действия, чтобы именно твоя страница стала популярна в Инстаграме. Вот с UDS то же самое. По барабану, сколько здесь скачиваний? Здесь может быть 100 скачиваний. В Иркутске вообще предприниматель начинал, был ноль скачиваний. Ну ничего, он раскрутился, и ему принесло пользу. Потому что, когда вы добавляетесь в UDS, не важно, сколько скачиваний. Важно, сколько скачиваний именно в твоей компании. Понимаете? Ну, логику. То есть, сколько раз твои сотрудники попросили клиентов скачать приложение и воспользоваться им в вашем бизнесе. Вот это и будет только влиять на результат. На результат не влияет общее количество скачиваний, либо скачиваний в самом городе. Потому что, неважно, сколько скачиваний, вам придется делать те же самые действия, если было бы 100 миллионов скачиваний или миллиард скачиваний. Действия же те же самые. Зачем эту цифру тогда знать? В ней нет никакого совершенно смысла. Я здесь понимаю, но вот здесь смысл имеет в виду, заключается в том, что 16 миллионов есть, это означает, что продукт технически работает. Это вам единственное, что нужно знать с точки зрения надежности продукта. Вот он выдерживает нагрузку 16 миллионов людей. Если он выдерживает, значит, это какой-то достойный технический продукт. Все. Но вот здесь заключается самое главное правило предпринимательства. Неважно, какой у тебя продукт. Вообще продукт – это 20% успеха. 80% успеха – это модель его продвижения. Потому что, знаете, сегодня не существует конкуренции на уровне продукта или услуги. О чем это я? Сегодня есть конкуренция только на уровне эмоционального впечатления клиента, на уровне клиентского опыта. То есть, проще говоря, если клиент пришел к вам в бизнес, неважно, какой у вас продукт, и он вышел довольный, с какой-то определенным, определенным эмоциональным впечатлением, то вы уже конкурентоспособны. УТП, кстати, не обязательно придумывать. Его можно где-нибудь присмотреть, подсмотреть у европейских компаний и так далее. Например, одна из компаний пивных, она выстрелила за счет того, что это… Они начали говорить о том, что типа у нас такое классное и свежее пиво по той причине, что каждую бутылку мы моем. А это ГОСТ. А, они говорят, мы еще обрабатываем высокотемпературным паром. А это ГОСТ обработки бутылок. Так делает любая пивная компания. Но они просто взяли из технологичного процесса, рассказали об этом клиенту. Клиенты же не в курсе. Моют, их не моют. Но когда клиент покупает, он такой думает, ну это же измытые бутылки. А там-то непонятно. Или одна баня выстрелила за счет того, что сказала, у нас всегда есть тазики и ковшики. И у них это сработало. Потому что ты думаешь, в другую баню идти, а вдруг там ковшика нет. Ну то есть вот такие вещи, подумайте над этим. Это очень прикольно. Того, что подумайте над чем, почему именно вы, а не кто-то другой. Да? Это не обязательно. То есть это не про качество услуги и товар. Хорошо. И мы думали, как продвигать продукт. Потому что продукт, это вот 20-15% дело. Надо его как-то продвигать. И мы разработали свою модель. И назвали ее Smart Business. У нас было действительно много конкурентов прямых. Ко мне в перерывы подходили и говорили, а кто ваш прямой конкурент? И, к счастью, все передохли. Почему? Потому что... Ну, и одних, по крайней мере, не так слышно, как о нас. Нет, они живы, все в порядке физически живы. Но продукт у них уже не такой популярный, как у нас. То есть, здесь без балды мы можем сказать, мы топ-1 продукт, который вот такой формат имеет, такой вот, ну, диджитал инструменты для малого бизнеса, в таком объеме, в таком количестве скачиваний. Вот мы в этом плане номером один стали. Почему? Потому что мы сделали вот эту модель продвижения. Я сейчас о ней расскажу, я думаю, вы для себя что-то подчеркнете здесь. Многие бизнесы, вот которые, они подсматривали за нами, за нашим ростом, и делали то же самое. Они взяли и копировали продукт. Копировать продукт сегодня не проблема. Сегодня много денег взять, купить много разработчиков, и они тебе сделают, в принципе, похожий продукт. Да? Понятно, чем-то отличаться будет и так далее. И у нас были конкуренты, которые слизывали у нас дизайн, слизывали почти все, и они даже в своих презентациях говорили, мы как UDS, но дешевле. Или мы как UDS, но у нас есть еще вот эта функция, и мы дешевле. Ну, как видите, UDS остался, а они как бы, о них ничего не слышно, да? Потому что, ну, не цена решает. Не цена решает, не продукт решает, а вот именно вот это решает. В чем заключалась наша модель? Мы ее построили на рекомендациях. Я думаю, вы не будете со мной спорить, рекомендация самый эффективный способ продвижения компании. То есть, если вас рекомендуют, у вас в бизнесе будет все в порядке. Мы решили построить на этой теме партнерскую программу. При этом, мы ее, то есть, что означает партнерская программа? Я купил продукт, я сам кайфанул, я могу его порекомендовать, и за это получить определенное вознаграждение. Все как в UDS, да? Только я баллы каплю в UDS, а здесь я получаю, ну, реальный кэш, реальные деньги. Теперь, мы партнерскую программу сделали многоуровневой. Что это означает? Я доход получаю от людей, которых я сам пригласил, и от тех людей, которые они пригласили. Зачем нужно было делать многоуровневой? Я же мог сделать одноуровневой? Никаких проблем. То есть, вот там, порекомендовал, заработал. Зачем надо было делать многоуровневой? Да, ну, в чем заключается, в чем фишка-то? Пассив, и, да, все правильно, это пассив, и, во-вторых, эта тема привлекает сильных людей. В чем заключается идея? Вы же бизнес открывали не для того, чтобы всю жизнь сами работать. Вы открыли бизнес, как я себе представляю, предприниматели открывают бизнес, чтобы в какой-то момент улететь на Бали, и там ретрит, там серфинг, все, в принципе, я из процесса, ну, выхожу из бизнеса, из операционки. Но, чтобы такого достигнуть, необходимо построить системный бизнес. Системный бизнес, это когда бизнес работает без тебя. Но это уже целая система. Так, многоуровневость позволяет строить системный бизнес, когда ты можешь выстроить целую команду, целую структуру по продвижению продукта, а потом в какой-то момент имел возможность, ну, получать пассивный доход и выйти из процесса. Потому что, если бы мы сказали, у нас одноуровневый маркетинг, нам бы люди сказали, я всю жизнь не готов. Они бы какое-то время поработали и как бы прекратили бы этим заниматься. А тут это привлекает сильных людей, потому что они понимают, я выстрою системный бизнес, я на эту потрачу один, два, три года, а может чуть больше, но зато в итоге я выйду к системе какой-то, где я могу сам лично как бы из этого процесса отойти. И уже получается исключительно пассивный доход. Вот в чем заключается философия многоуровневости. Оно очень важно. Теперь, мы решили так, что мы до 80% прибыли будем отдавать партнеров. Почему? Потому что продвигать продукт тяжелее, чем его создавать. Нет, создавать, конечно, тоже тяжело, чтобы вы тут сейчас не подумали, что ребята вообще отдыхают. Но мы как бы отдаем, потому что продвигать это непростая задача. И мы сделали так, смотрите, интересный вот момент. Мы взяли и отдел продаж и отдел разработки продукта полностью разделили. Мы не умеем продавать, мы хорошие разработчики. Мы умеем делать хорошие продукты. Зачем нам влезать в то, что мы не умеем? Каждый должен заниматься тем, чем умеет заниматься. И мы как бы людям разработали продукт и мы как бы крикнули в мир. Мы говорим, ребята, у нас есть вот такой продукт, кто хочет его продавать. И появились люди, которые захотели его продавать. Это наши партнеры. И мы говорим, мы готовы 80% отдавать вам с того, что мы заработаем. И вот, например, есть один такой тариф, аренда. Помните, про 7 тысяч рублей я говорил? Вот это про этот тариф. Например, когда предприниматель платит 7 тысяч рублей, там 100 долларов, мы в долларах всегда считаем, потому что международная компания. Партнер получает 80 долларов и еще там структура получает 7 долларов. То есть мы получаем всего же с этого 13 долларов, за которые мы платим зарплаты разработчикам, сервера, стэк-технологии и так далее. Мы берем как бы объемами. То есть большая часть у нас получают партнеры. Теперь, кто участники нашей партнерской программы? Участники партнерской программы, первое, это предприниматели, которые сами кайфанули от продукта. И они такие, блин, я кайфанул от продукта, у меня есть знакомые, я им могу порекомендовать. Что я от этого получу? И мы ему говорим, а давай становись нашим партнером, ты будешь от этого получать ежемесячные вознаграждения. То есть, когда твой друг по рекомендации платит деньги, абонентскую плату, с каждого месяца ты получаешь так называемый резидуальный доход. То есть, получаешь ежемесячный доход. Ежемесячный доход с его абонентских планов. И он говорит, прикольно, у меня в окружении много предпринимателей, он сам становится партнером и, соответственно, начинает рекомендовать продукт. Вы заметили, это Саша Супус, там еще Артем у нас был, из Парфюм. Вот это те самые наши типичные партнеры, которые, в принципе, зашли в продукт через клиентов. Второе, люди, это те люди, которые хотят быть предпринимателями. Они хотят свой бизнес. Но, чтобы свой бизнес открыть, это вообще высокорискованная история. Во-вторых, много денег надо. Открыть свой ресторан 15 миллионов, свой салон красоты 3 миллиона и так далее. А предпринимателем хочется быть. Поэтому мы говорим, если вы хотите быть предпринимателем, у нас есть вот такой продукт, это IT-продукт, вы можете его продавать и будете предпринимателем. Вы работаете сами на себя, соответственно, такая предпринимательская единица. И начали появляться люди, которые, да, говорят, хочу бизнес. И знаете, что их привлекало? Они хотели именно IT-бизнес. В чем преимущество IT-бизнеса? В отличие от салона красоты. Он онлайн весь, да. То есть тебе из инструментов нужно только два. Ноутбук и мобильный телефон. Иногда вообще только мобильный телефон. И все. И ты можешь работать с любой точки мира. Офисы тебе не нужны, какие-то здания строить не нужны, ремонты тебе не нужны, сотрудников нанимать не нужно. Ты взял телефон, ноутбук, все, что тебе нужно для построения бизнеса. И многих людей привлекала тема такая, что в Центральной России тем более и на Севере они могут работать из теплых краев. У нас из Центральной России партнеры мигрируют просто зимой в Сочи. Они мигрируют в Сочи, либо некоторые мигрируют на Азию, там Таиланд, Бали, и начинают оттуда работать, и в принципе перезимуют, потом обратно в Россию возвращаются. Ну, позволяет IT-бизнес делать вот такие вещи. Что они позволяют делать офлайн-бизнес? Хорошо. И здесь самое главное, почему мы именно делаем эту модель, то есть наши конкуренты, знаете, как пошли? Они пошли по правому пути. Все наши конкуренты пошли по правому пути. Они на нас посмотрели и такие, откроем отдел продаж, офисы, и будем продавать продукт. И, соответственно, через год их не становилось. Почему не отдел продаж? Потому что это очень дорого. Это надо еще продажников мотивировать, это надо продажникам оклад платить, а они иногда и продажи-то нормальные не делают, процент платить, их надо учить. То есть продажник это наемный сотрудник, с ним надо всегда взаимодействовать, его надо мотивировать и так далее. А на это нужно время, на это нужны силы и самое главное нужны деньги. Если бы мы пошли отделом продаж, у нас бы денег не хватило, наверное, потому что представьте, в каждом регионе открывать по офису, это же ужас вообще. Что такое партнер? Партнер это тот человек, который своими деньгами проголосовал за продукт. Он сам купил оптом у нас продукт и начал ее продвигать. То есть продажник это наемный сотрудник, а партнер это предприниматель. Вот в чем и разница. И чувствуете разницу энергии? Где человек будет лучше продавать? Конечно же предприниматель. То есть мы своих продажников, ну утрированно говоря, они все наши партнеры, мы сделали предпринимателями, что нам и дало вот эту силу продвижения продукта. Потому что никто никого не заставляет. Я, например, там Павлу не говорил собирать это мероприятие, центральный офис вообще ему ничего не говорит. Он сам предприниматель, он сам собрал вот этот форум вместе с ребятами, вместе с командой. И для нас, как центрального офиса, это вообще прекрасно. Мы даже пальцем не шевелим, чтобы вот такие форумы состоялись, чтобы были какие-то мероприятия, чтобы продвигался продукт. Мы делаем только продукт, и мы его делаем хорошо, мы акцентируем на это внимание. А вот партнеры, они сделают продвижение, и все, и у нас такая любовь, и у нас такая синергия с ними. Продажники еще бывают, ленятся, они же оклад получают, они такие, ну в этом месяце мне хватит оклада и небольшого процента. А партнеры у нас проводят встречи до двух ночи, потому что они партнеры, они предприниматели, и у них встречи идут до двух ночи, и нету там никакого рабочего графика. У продажник в 7 вечера пошел домой пиво пить, ну утрированно говоря, а наш партнер до двух ночи работает. Вот это вот и есть разница в энергии продвижения. Мы просто решили то, что я этим слайдом хотим вам донести, что можно чуть-чуть по-другому подумать, чуть-чуть не так, как все, и сделать, ну для себя совершенно другие результаты. То есть немного креатива, немного нам подумать на такой теме, сделать не так, как у всех, и можно выйти на совершенно другие результаты. Вот здесь перечислены преимущества этой модели. Я их решил так сформировать, описать. Первый, например, не нужно компании открывать офисы. Про это я уже говорил. Офис открыл Павел. Центральный офис даже не в курсах. Вообще. Ну будет в курсах уж сейчас. Да? Ну то есть у нас там есть там мотивация офисной программы и так далее. Но как бы он взял, сам и открыл. Никто его не заставлял это делать. Он взял и сам открыл. Для центрального офиса это просто прекрасно. Мы ничего для этого не делаем. Взяли и собрали вот такой форум. Меня позвали. Оплатили мне билеты. Оплатили мне отель. Мне тоже не нужно ничего делать. Тоже вот видите все прекрасно для центрального офиса. Все сделают партнеры. Но они соответственно за это и получают основную часть вознаграждения. У нас нету конкуренции. Это тоже важный момент. Когда вы строите партнерскую программу, мы построили ее таким образом, чтобы она работала. Мы сказали, мы как центральный офис не имеем права продавать продукт и продвигать партнерство. То есть если вы к нам придете в офис центральный с деньгами, будете говорить я хочу купить у вас продукт, мы говорим нет, мы не имеем права, вам придется найти ближайшего партнера или у того человека, откуда вы узнали информацию о UDS. То есть мы не имеем права продать. У партнера каждого эксклюзивное право по продаже продукта. Поэтому нету конкуренции, потому что и партнерство тоже самое. То есть у нас партнер имеет возможность подключать новых партнеров. Ну например, Саша сам поработал, увидел как работает продукт, попробовал попродавать сам, научился, он говорит там Сергей, давай вместе со мной будем продвигать этот продукт. Тебе он интересен? Он говорит, да, интересен. Он его подключает в партнерство. То есть новый партнер подключается по его ссылке, они в одной команде. То есть Саша получает еще доход от того человека, которого он подключил. И так получается, что все в одной структуре. То есть появился был же партнер номером один, они все-все-все-все-все в одной структуре. И нету конкуренции. Это дает возможность самообучаемой модели. То есть над новым партнером работают несколько человек, так называемых кураторов. И они его учат, чтобы у него получился успех. Потому что если появится успех у нового партнера, он начнет зарабатывать деньги, то то, что выше, все тоже заработают. Поэтому у нас нету конкуренции. Все друг другу обучают, все друг другу помогают, потому что от усилий друг друга у всех зависит доход. То есть нету вот этого типа там один Макдональдс открылся в Москве, второй уже конкурент ему. Да, если второй открывается, они оба конкурируют. У нас все в одной структуре и все друг друга кайфуют от того, что появляется новый партнер. Хорошо. Что еще здесь есть? Легкое открытие новых регионов и стран. Например, мы один раз удивились, как у нас открылась Индия. Мы просто в один месяц сделали выгрузку и смотрим, у нас деньги прилетели из Индии. Мы говорим, прикольно, а мы даже для этого ничего не сделали. Потому что у нас продукт уже переведен и он сам каким-то образом продвигается. Например, у нас открылась Германия. Следующим образом был предприниматель в Москве, он попробовал на себе продукт, там его... Он взял, скинул ссылку своему другу в Германии и сказал, попробуй у себя этот продукт. Он попробовал у себя этот продукт, тоже получился результат. В Германии он сам стал партнером и у нас открылась Германия. Вот и все. Для этого не нужно было кому-то летать, ни мне летать, ни сотрудникам центрального офиса, летать куда-то в Германию, там договариваться, что-то это делать. Легкое, быстрое масштабирование. У нас появились клиенты в Чили. По той причине, что наши партнеры решили родить ребенка в Чили, ну там, чтобы получить чилийский паспорт. Слетали в Чили, нашли русскоязычных предпринимателей, заинтересовали их продуктом, они стали партнерами, у нас открылся рынок Чили. Вот и все. Это еще один плюс IT-бизнеса. В IT-бизнесе даже летать никуда не нужно, можно просто по скайпу, по зуму все это делать. Хорошо. Можно следующий слайд? У меня это не приключается. Да. И действительно, UDS это не продукт в первую очередь. UDS в первую очередь это сообщество предпринимателей. То есть, зачем мы собрали вообще этот форум? Мы его могли не собирать. Мы собрали этот форум не с точки зрения вам там продать продукт, да, как-то вас там. Мы могли продавать продукт, просто делая личные встречи. Ну, просто приезжать к вам в бизнес, презентовать продукт и тем самым вы бы приобретали продукт, мы вам помогали бы в дальнейшем увеличивать прибыль. Мы собираем такие форумы, чтобы пообщаться с друг другом, чтобы рассказать о нашем сообществе вам и вас туда тоже позвать. Поэтому я тоже призываю вас сообществу. Почему? Потому что мы заметили, когда предприниматели собираются в сообщество, эффективность значительно выше. Одному делать малый бизнес, малый и средний бизнес очень сложно. А когда мы делаем его вместе, то есть вы находите таких же предпринимателей, как вы, вы начинаете обмениваться опытом, обмениваться там энергией, мотивацией, дружить, кросс-маркетинг с друг другом делать. И тем самым эффективность 1 плюс 1 не становится 2, а 1 плюс 1 становится 3, 4, 5, 6. Поэтому мы хотим объединять предпринимателей, но при этом в чем заключается УТП нашего сообщества? У нас сообщество построено вокруг инструментов. То есть у нас есть еще инструменты, с помощью которых можно работать, ну как бы увеличивать прибыль предпринимателей. Потому что вы эти клубы, вы слышали очень много клубов различных, да? Там есть топ-500 и так далее. Но большинство предпринимателей клубов, они про поболтать. Ну, они ездят на яхте, они ездят вместе в Турцию, они там заряжаются мотивацией, но в принципе ничего нового не происходит. А они болтают, веселятся и ничего от этого. А мы хотим, чтобы предприниматели не только болтали, веселились, но еще мы вместе друг другу помогали увеличивать прибыль. И мы для этого сообществу даем инструменты. мы говорим, вот инструменты, вы их обсуждаете, вы их пробуете и делитесь друг другом опытом применимости этого инструмента. Вот в этом заключается наше некое уникальное предложение именно нашего сообщества. Поэтому я вас призываю, я вас призываю вступать в это сообщество. Давайте вместе с нами. С нами круто, с нами и весело, с нами и продуктивно, и мы друг другу поможем увеличить прибыль. У меня спасибо большое. У нас в компании есть два ключевых события. Первое это итоги года и мы их проведем в феврале в Крокус-Сити-Холле. А вот второе наше ключевое событие это день рождения компании. День рождения компании мы будем праздновать 7 лет 7 августа в Москве на площадке Мир. Будет полезно, мы презентуем новшества продукта, который никто еще вообще не слышал. Там будет самая новая новая как бы философия, там будут новые инструменты, там будет маркетинговый контент. И в том числе мы любим полезное с приятным мешать. У нас будет там и тусовка, и нетворкинг, и у нас будут стендаперы нас, чтобы веселить, развлекать. Короче, будет круто. Билеты узнавайте у партнеров. Поэтому я всех приглашаю на наш ЭДР. Там мы с вами познакомимся и вы увидите все сообщество наше. То есть туда приезжают все. Вы можете познакомиться с предпринимателями из Германии, из Европы, из Хабаровска, из Владивостока, из Москвы, Перми, из Симферополя. Ну понятно, мы это поедем, да? Мы это поедем, Симферополе, Севастополе. Поэтому это круто, когда ты видишь других предпринимателей из множества регионов и ты знакомишься с ними. И у многих похожий бизнес, как у вас. И они вам расскажут, как вам еще можно поработать и увеличить свою прибыль. У меня на этом все. Большое спасибо. У нас есть миссия. Всего успехов вам. Ваши аплодисменты и друзья. С вами.